Этот процесс мы еще начали в 2010 году, когда возникла острая необходимость взять под муниципальный контроль все военные городки, которые остались, будем так говорить простыми словами, бесхозными, ненужными ни Министерству обороны и в то же время имеющими достаточно серьезные проблемы и самое главное, крайними, как говорят в данном случае, оказались жители. На сегодня мы можем констатировать тот факт, что начиная от законодательства, когда были приняты первые законы Государственной Думы, до сегодняшнего дня основной путь пройден. По большому счету уже и имущество, и в большей степени земля переданы в муниципалитеты. Сейчас стоит задача немножко другая. Первое, завершить весь процесс и здесь этот вопрос нужно решать конкретно по каждому объекту, по каждому военному городку, на который завязаны органы местного самоправления, правительство Московской области и Министерство обороны. Я думаю, что эти вопросы мы дорешаем. А вот следующие вопросы, вопросы восстановления инфраструктуры, вопросы благоустройства и многие другие хозяйственные вопросы, путь этот достаточно долгий и, можно так сказать, и бесконечный. Здесь много вопросов, начиная от программ финансирования и заканчивая вопросами чисто хозяйственными. Немаловажную роль в этом отношении имеет не только бюджетное обеспечение восстановления инфраструктуры военных городков, но и привлечение инвестиций. Одними бюджетами мы не решим полностью все вопросы. Я думаю, что в этом направлении нужно идти, осуществляя, еще раз повторяю, тесное взаимодействие и, самое главное, контроль за всеми процессами, в том числе депутатские, в том числе общественные. Практика показывает, вот мы на территории городского округа Власиха. Все вопросы, которые были достаточно трудными, они здесь решены. И все жалобы, с которыми обращались жители, они обращаются именно сюда, в администрацию городского округа. Поэтому и на территории Московской области, в первую очередь, это местная власть. Дальше уже понятно, что не все, как мы сейчас констатировали факт, не все органы местного самоуправления, я бы так сказал, с ответственностью и желанием подошли к решению этих вопросов. Поэтому у нас достаточно много инстанций, в которые могут обратиться жители. Это и правительство Московской области, это горячая линия ЖКХ, это общественные организации, это, естественно, депутатский корпус. И, поверьте, достаточно много рычагов заставить тех ответственных лиц решить те или иные вопросы. Было бы только желание.